Приветствую вас. Вообще говоря, есть много причин, по которым девушка могла назвать вас именем своего знакомого. Вот. И важно другое, что если вас это задело, то вы не можете вести себя естественно и естественно же отреагировать. На то, что произошло. Потому что... Вами движут эмоции. Сам по себе факт того, что вами движут эмоции, ну он абсолютно нормальный. В этом нет ничего такого. Но с эмоциями нужно поработать, чтобы посмотреть какой, например, конфликт у вас есть, если он есть. Если же конфликт будет разрешен, если вас не будет трогать то, что она вас назвала другим именем, то вы сможете поступить так, как вам кажется наиболее приемлемым для себя. Соответствую со своими ценностями. Вот и все. Здесь нет правильного или неправильного поступка. Потому что мы говорим о человеческих отношениях. Мы не говорим о правилах поведения. Мы говорим о том, что представляет из себя случайность. Это случайность, что девушка назвала вас именем другого человека. В том плане, что вы не могли этого знать. Вы этого не ожидали. То, что она вас назвала, конечно, это не случайность для нее в самом принципе. Но вы этого не знали. И для вас это случайность. И уже, согласитесь, речь не идет о том, правильно это или нет. То есть как бы здесь немножечко другие категории используются. И возможно, возможно, еще одна важная проблема в том, что на изначально ситуацию, не поддающуюся описанию категориями, правильно или нет, вы пытаетесь отреагировать в рамках этих категорий. Это невозможно. Как невозможно правильно отреагировать на такие вещи, как, например, убийство, массовое убийство, измены, определенные действия бандажного характера, скажем так. И так далее. Понимаете? То есть есть такие вещи, их большинство, правда, человек об этом всячески старается отстраниться, потому что это крайне неудобно, которые не дифференцируются такими категориями, как правильно или нет. И вам, вероятно, было бы легче, если бы вы отказались от этих категорий сами, если бы вы перешли немножко к другим категориям. Если бы вы перешли к категориям, например, хочу-не хочу, приемлемо-неприемлемо, что вызывает эмоциональный отклик, а что нет. Если вызывает эмоциональный отклик, то какой? Вот. То есть это вот такое вот повышение уровня осознанности, что ли, себя. Это, мне кажется, было бы куда более полезно и конструктивно, чем то, что вы пытаетесь сделать сейчас. Ну, если так вот на вскидку, да, сказать буквально вот из поверхности, то что на поверхности лежит, то ээээ... Девушка вас, скорее всего, сравнивает с её знакомым, и вам нужно исходить из того, что, ну, может быть, вы не участвуете в прямой конкуренции, но то, что девушка эмоционально не свободна, это факт. Вне зависимости от того, какой контекст был у имени, какое-то место он это знакомый у неё занимает. В сердце, в сознании, в мыслях. Если вы уверенный в себе мужчина, если у вас нет жёстких принципов, если вы умеете пользоваться своими достоинствами, если вы не отличаетесь ожиданиями, то всё главное сделать – это просто вести себя максимально естественно и смотреть на то, куда это приведёт. Потому что, может быть, вы вызвали у девушки такие воспоминания о её знакомом. Она их проживёт и сможет идти дальше. Может быть, конечно. Может быть, конечно, и по-другому, но я склонен думать об этом. Так. Если вы не уверен в себе человек, если это способно повлиять на ваше поведение, на ваше отношение к девушке, то вы можете лишь только ухудшить ситуацию и, ну, между вами возникнет недоверие. Ну, недоверие в любом случае возникнет, если вы в отношениях предпочитаете полагаться на партнёра. То есть ориентироваться в доверии на поведение другого человека, а не на себя. Вот то, что я хочу вам сказать. Обратите, пожалуйста, внимание на ещё такой момент, что ситуацию вы описываете, пишите, увы, то есть очевидно, ну, негативно, ну, а как ещё воспринимаете это? Ну, не пишите ни о том, как вы это восприняли, что вы подумали, что это для вас значит, девушке какие чувства, у неё к вам более-менее какие чувства, что вас объединяет, да, что вас связывает, ну, всё общего между вами. Вот. То есть это всё вы не описываете. А это важно, потому что помогает лучше понять контекст, рот. Наконец, последнее, что нужно понять, это то, что факт того, что человек занимает какое-то место в сознании девушки, не означает, что у неё к нему есть какое-то отношение, а не означает, что у неё к нему есть чувства. Вот. Имейте, пожалуйста, это в виду. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрушена. Сuber facedый взгляд регулировать чай. Оше работу тут фиксирует,